Мы видим символы везде. На дорожных знаках, логотипах, телефонах. Вы когда-нибудь задумывались, откуда взялись эти универсальные знаки? Попробуем разгадать тайну всех этих символов от знака Bluetooth до эмодзи в виде сердца. Сколько раз вы мучились, пытаясь вставить провод в разъем USB, переворачивая его снова и снова? Ну а что на самом деле означают круг, квадрат и треугольник? Символ USB вдохновлен трезубцем Посейдона или Нептуна. Три формы концов трезубца символизируют различные периферийные устройства, которые можно подключить с помощью универсальной последовательной шины или USB. Это демонстрирует технологическую мощь USB, подключающей все виды устройств. Амперсант. Конечно, вы видели его в логотипах брендов M&M's и H&M. Это самый простой способ сократить слово «и». История этого символа началась в Древнем Риме, где языком народа был латинский. Для них «и» было похоже на французское «эт». Со временем оно превратилось в амперсант. Вероятно, чтобы люди экономили место на страницах очень длинных писем. Логотип Toyota. Легко узнаваемый, но какой-то загадочный. Правда? Ведь у машин четыре колеса, а в логотипе три круга. Его выбрали еще в 1936 году, и он не был придуман внутри компании. Он победил в конкурсе на дизайн логотипа. А эти круги, они не случайны. Их на самом деле можно разделить так, чтобы получилось написать «Тойота». Умно, согласитесь. Я бы, наверное, тоже выбрал его победителем. Почему мы называем перевернутый треугольник с двумя выпуклостями формой сердца? Это уходит корнями в глубокую древность, на несколько сотен лет до нашей эры. Тогда существовало растение под названием сильфий. У него были семена в форме сердца, и древние греки были по уши в него влюблены. Они даже разместили его изображение на монетах. А теперь самое интересное. Это растение использовалось как контрацептив. Так оно и стало ассоциироваться с любовью. Мило. Вы когда-нибудь замечали, что символ радиации выглядит так, будто им место в музее абстрактного искусства? Эти безумные изображения предупреждают о серьезной радиоактивности поблизости. Символ нарисовали исследователи из Беркли в 1946 году. Сначала он был пурпурно-синим, затем стал пурпурно-желтым, а в итоге черно-желтым для лучшей видимости. А сам символ? Предполагается, что он показывает радиоактивность, вырывающуюся из атома. Круто, правда? Перейдем к символу биологической опасности. Похоже на что-то из теста Роршаха. Однако тут все довольно просто. Круг, разделенный тремя волнистыми черными линиями, которые сужаются к краю. Знак создала команда из Dow Chemical в 1966 году, следуя ряду правил, чтобы сделать его не броским, но узнаваемым. Он должен показывать, как вредоносный агент портит живой организм. Логично, если подумать. Логотип компании довольно прост. Курсивная буква H в круге. Но не говорите об этом, Хендай. В компании утверждают, что это не просто H, а два человека, пожимающие друг другу руки. Посмотрите на картинку, если вам трудно это представить. Логотип передает процветание и положительные вибрации, которыми Хендай делится со своими клиентами. Круто! Bluetooth – это как магия. Значок похож на стильную букву B, но это еще не все. Оказывается, у этого символа корни в скандинавских рунах. В те времена руны вырезали на камне или дереве, в основном используя прямые линии. Символ Bluetooth относится к связывающим рунам, объединяющим две руны. Это викингская версия букв B и H, отсылающих к легендарному королю по имени Харальд Синезубль. Корона всегда была символом абсолютной власти главного босса. Но почему роскошное кольцо на голове дает право командовать? Одна из теорий связывает это с христианством, где ангелы часто изображаются с нимбами. Поскольку многие короли утверждали, что правят по божественному праву, корона могла символизировать священные атрибуты. Однако эта теория не совсем убедительна. Короны существовали задолго до христианства, начиная с диадем, который носили древнегреческие боги. Загадка остается загадкой. Поговорим о жести «большой палец вверх». Обычно это знак одобрения. Но почему? Возможно, это отголосок гладиаторских боев в Древнем Риме. Среди историков до сих пор идут споры по этому поводу. Когда один воин доминировал над другим, он обращался к VIP-персоне в аудитории, будь то городской чиновник или сам римский император. Этот человек затем показывал знак «палец вверх», решая судьбу проигравшего. Сейчас он означает «молодец». Но тогда он значил, что побежденному пришло время уходить с этого света. Символы Инь и Ян существуют с 14 века до нашей эры. Они, словно визитная карточка даусизма, представляют собой баланс между противоположными силами. В каждой стороне есть часть другой, что символизирует массу глубоких понятий, таких как мораль и духовность. Интересно, что корни символа удивительно буквальны. Инь означает темную сторону горы, а Янь – светлую сторону. Представьте себе символ, как вид сверху на вершину горы. Завораживает, правда? Поговорим о пирогах. О, нет, я передумал. Поговорим о числе пи из школьного курса математики. Пи – это волшебное число примерно 3,14, которое помогает нам вычислять площади кругов и прочее. Заслугу в его открытии приписывают Архимеду из Сиракуз, который сделал это в районе 250 года до нашей эры. Но не он дал ему символ. Нет, это было дело Уильяма Джонса. Он выбрал первую греческую букву слова «периметр», потому что именно в этом контексте он использовал пи. Мы привыкли видеть кресты повсюду. Но обычно мы видим именно этот тип креста. Две прямые линии, пересекающиеся друг с другом. Тот самый, который стал очень известен благодаря христианству. Но существует более древний символ креста, о котором меньше людей знают, что это вообще крест. Анг. Этот древнеегипетский символ называется «ключом жизни» и известен как «символ бессмертия». Его можно много найти в древнеегипетских священных текстах и рисунках или в современных модных ожерельях. Выбор за вами. Посох Гермеса или Меркурия служит символом многих медицинских организаций. Но вот в чем загвоздка. Гермес не был целителем. Он скорее занимался воровством. Но в Древней Греции около 1200 года до нашей эры жил некий Асклепий. Гениальный доктор. Его фирменным знаком был длинный деревянный посох, вокруг которого обвивалась змея. Спустя несколько тысячелетий офицер из медицинского корпуса армии США перепутал эти два символа. Упс. Символ «Я в порядке» может вызвать неприятные ситуации в некоторых местах. Но знаете ли вы, что это на самом деле священный символ в буддизме и индуизме? Он называется мудро, а точнее мудро обсуждение. Это не просто сигнал о том, что все в порядке. Это передача мудрости Будды тем, кто открыт для изучения его учений. Довольно глубоко. Я не уверен, что нам стоит беспечно использовать его, как мы это делаем сейчас. Молния – универсальный символ. Он может с легкостью относиться к могучим рейнджерам, флэшу, зарядной станции для телефона или гневу Зевса. Этот знак – один из самых старинных и узнаваемых в истории человечества. Он почти такой же древний, как само человечество. Пещерные люди и неандертальцы выцарапывали его в пещерах. Он встречается в норвежской, римской, греческой культурах и у коренных американцев. В основном он означает страх перед огнем, спускающимся с неба. Вы, вероятно, видели массу татуировок с этим символом – Окко-гора. Возможно, вы не знали, что он символизирует хорошее здоровье и восстановление. Гор был древнеегипетским богом. Он вступил в схватку с Сетом, другим богом, и потерял свой левый глаз. Хатор, всемогущая богиня, волшебным образом восстановила его глаз. С тех пор этот символ означает хорошее здоровье и целостность. Символ Макдоналдс – вероятно, один из самых известных в мире. Очевидно, что это стилизованная буква М, но он также представляет собой две золотые арки, словно вы входите в какое-то очень особенное королевство. Вау!